Сегодня Астана стала центром притяжения для любителей спорта. В эти минуты в столице проходит международный марафон ШОС и СВМДА. Впервые он состоялся в прошлом году в китайском Куньмине и был посвящен 15-летию Шанхайской Организации Сотрудничества. На одном из отрезков дистанции работает наш корреспондент Марк Берюшко. Марк, здравствуйте! Сколько человек принимает участие в этом грандиозном празднике спорта и известны ли какие-либо результаты? Спасибо! Международный марафон ШОС и СВМДА подходит уже к своему завершению. Участие в нем принимает, как уже говорилось ранее, больше 5 тысяч человек. Дистанции 3 на этом марафоне. Первая символически 2017 метров. На ней зарегистрировалось больше 3 тысяч человек. Трассу длиной в 10 километров бегут 965 человек. Самый большой отрезок, самая большая марафонская дистанция, 42 километра, 195 метров. Там больше 270 человек объявили желание принять участие. Это как простые рядовые спортсмены, так и профессиональные спортсмены, также известные политики. Участие в этом марафоне приняло 25 государств, представители 25-5 государств. И вот к этой минуте известно, что первое место на 10 километрах завоевал житель Казахстана, Кудайберген Зейнылаев, он пробежал дистанцию за 33 минуты и одну секунду. На дистанции 42 километра, 195 метров, был объявлен общий призовой фонд в 60 тысяч долларов. Он будет распределен среди участников с первого по девятое место, как среди мужчин, так и среди женщин. И главным условием было, что за первое место участник, который пробежит дистанцию меньше, чем за 2 часа 20 минут, должен получить 13 тысяч долларов. Ну а если он пробежит эту дистанцию за большее время, он получит 7 тысяч долларов. Так вот, на этой дистанции первым стал Андрей Петров из Ташкента, из Пакистана, и он пробежал эту дистанцию за 2 часа 18 минут. Он получит свой выигрыш в полном объеме. Ну а чуть более подробно о том, как проходит судейство в соревнованиях, нам сейчас расскажет национальный судья по легкой атлетике Лариса Ившина. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, за что могут дисквалифицировать участников и дисквалифицировали ли, были ли прецеденты? Ну вообще, по идее, марафонская дистанция такова, что ты бежишь и бежишь. На всех контрольных точках у нас стоят суди, которые контролируют пробегание дистанции. В общем-то, это не технический вид, это просто бег. И, в общем-то, как таковых нарушений быть не должно. Но у нас уже был такой прецедент, что на отметке 30 километров спортсмен не был отмечен, но почему-то он оказался на финише в десятке. Такие вещи наказываются. Какую щелку он просочился, мы не заметили, но спортсмены дисквалифицировали. Наше соревнование обслуживает очень большая бригада судей, которые у нас приехали со всего Казахстана. Самая большая бригада у нас с Карагандинской области. Это опытные судьи. Очень много национальных судей высшей категории. Очень большая бригада приехала у нас с Алматы, с Южно-Казахстанской области, с Восточно-Казахстанской области. Люди, которые неоднократно судили соревнования разного ранга. И, в общем-то, они знают все свою работу. Вот скажите, подобного рода соревнования как часто вообще приходится вам судить в Казахстане? Ну, в принципе, марафоны у нас стали популярны. У нас именно на территории Казахстана не очень часто. Ну, в общем-то, получается, нас приглашали судить Карагандинский полумарафон. И вот в этом году мы обслуживаем Астана марафон. А так как бы мы больше судим соревнования по легкой атлетике. Спасибо большое. Ну, хочу добавить, что примерно марафон будет еще длиться час. Еще не прибежало очень много участников. У организаторов, видим, в руках очень много медалей еще, которые они должны вручить, и памятных подарков. Ну, к этой минуте у меня все. Студия, вам слово. Спасибо огромное. Марк Брюшко находится прямо на финише марафона, который сейчас проходит в Астане.